Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня снова снова я, Татьяна, и это мой канал о Нидерманах. Всем рада приветствовать! Сегодня у нас прекрасная солнечная погода и очередное видео для вас. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на мой Инстаграм. Всегда выкладываю интересные фотографии, посты, ну, в общем, всё, что увижу, то и в Инстаграм. Итак, сегодня очередное видео. Видео, которое, я думаю, на самом деле, мне было тоже очень интересно искать информацию по поводу этого видео, потому что всё-таки живя в Нидерландах, как бы никогда об этом, в принципе, не задумываешься, потому что это нормально, то есть ты это видишь каждый день и как бы особо этим не интересуешься. Поэтому сегодня я записываю для вас видео о том, кем же работают мигранты в Нидерландах. Поэтому, если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной. На сегодняшний день Нидерланды являются очень популярной страной для мигрантов. Знаете почему? Потому что в Нидерландах есть очень большая гавань, есть очень большие туристические города. И вообще Нидерланды привлекают с собой. Это прекрасная, красивая страна, очень хорошие условия жизни. Хорошие условия жизни не только для мигрантов, но и для беженцев. Потому что на сегодняшний день очень много сирийцев, которые из-за того, что у них была гражданская война в Сирии, они как беженцы тоже иммиграли в Нидерланды. На сегодняшний день тоже в Сирии являются одним из самых больших популяций мигрантов, которые находятся в Нидерланды. Но, скажем так, почему не Нидерланды? В принципе, нет особых таких минусов, почему бы не переехать в Нидерланды. Нидерланды, они, конечно, приветствуют всех. Нидерландцы, они очень лояльны ко всем мигрантов. Очень много работают организаций в Нидерландах, которые помогают беженцам, которые помогают вообще людям в нужде. Поэтому, знаете, почему не Нидерланды? Потому что очень хорошая зарплата в Нидерландах. Есть, в принципе, везде есть работа. Есть флексибельный график, как они это называют. Есть возможность обучения. Есть возможность бесплатного обучения. То есть Нидерланды предоставляют очень много возможностей для тех мигрантов, которые сюда эмигруют. В последнее время очень много мигрантов, конечно же, переезжает из Европы. Потому что, да, все страны, которые находятся в Евросоюзе, они, значит, могут свободно передвигаться, в принципе, по всей Европе. Единственная проблема – это язык. То есть в Нидерландах, конечно, можно работать и без языка. Но, естественно, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы закрепиться в Нидерландах, для того, чтобы, может, улучшить свой уровень работы, вообще улучшить качество работы, зарплату, то все равно нужен язык. Ну что ж, ни для кого-нибудь секретом на сегодняшний день в Нидерландах находится огромное количество польских жителей или поляков. Поляки являются самыми популярными мигрантами. Они находятся на первой строке миграции в Нидерланды. Вы знаете, да, в Нидерландах очень много поляков. На сегодняшний день насчитывается около 290 тысяч поляков, которые эмигрировали из Польши в Нидерланда. Также на втором месте у нас Румыния, у нас Болгария, у нас Турция, у нас Англия. Все эти мигранты приезжают сюда, к нам в Нидерланд. Но, конечно, у всех свои разные цели. Последнее время точно так же появилось очень много мигрантов из Индии, Китая и Турции. Ну, насчет Турции, да, вы знаете, тоже Турция и Марокко тоже являются самыми популярными мигрантами в Нидерландах. Почему на сегодняшний день очень много турков и марокканцев, вообще вот турецких граждан, да, марокканцев и граждан, потому что турецкие граждане у них вообще двойное гражданство. То есть они турецкие нидерландцы, да, у них и турецкое гражданство, и нидерландское гражданство. И точно так же и марокканцы. У них и марокканская, и турецкая гражданство. Почему же их на сегодняшний день так много? Вы знаете, раньше Нидерланды нуждались в рабочей силе. То есть они искали мигрантов из Вестов. У них не хватало вообще людей на работах, им нужна была рабочая сила. Поэтому в то время давно они использовали такую рабочую силу, как турецкую, марокканскую. Эти мигранты очень спокойно эмигрировали в Нидерланды и, скажем так, закрепили за собой свое межразительство. И остались жить. Но большой поток, прилив марокканских, турецких мигрантов, он уже не нужен. То есть он остановился. То есть в Нидерланды сказали, вот все, нам достаточно ваших мигрантов, достаточно людей для того, чтобы продолжать нормально работать. Но миграция таким образом не закончилась. Поэтому на сегодняшний день в Нидерландах очень много турецких и марокканских граждан. Как же это происходило? Если рабочая сила, ну мужчины, скажем так, переезжали в Нидерланды, то впоследствии они перевозили всю свою семью. То есть они перевозили и детей, и они перевозили своих родителей. Это называлось воссоединение семьи. Точно так же и марокканцы. Они перевозили свои дети. Если у них уже были дети в Турции, они перевозили своих жен, они перевозили своих родителей для воссоединения семьи. Таким образом, популяция турецких и марокканских мигрантов из-за этого росла. Ну что ж, давайте с вами узнаем, где же все-таки работают мигранты в Нидерланды. Давайте начнем с польских граждан. Поляки перерадят в Нидерланды довольно-таки часто, и очень много поляков на сегодняшний день живут в Нидерландах. Живут как молодые люди, так и семейная пара. Например, вот у меня в нашем квартирном доме, я думаю, что живет, ну, точно две семейные пары поляков и, наверное, человек 10, если не больше, именно поляков, которые живут здесь по несколько человек в одной квартире, которые работают здесь в Нидерланде. Почему очень популярно, почему так популярны Нидерланды для поляков? Знаете, потому что в Польше они зарабатывают маленькую зарплату. Как говорят сами поляки, им хватает денег, в принципе, на жизнь, но они не могут ничего собирать и позволить себе каких-то роскоши, скажем так, да, как они об этом сами говорят. Вот, также в Нидерландах есть большой спрос работы для рук. То есть в Нидерландах есть, конечно же, огромное количество теплиц, в Нидерландах есть огромное количество фермеров, которые постоянно нужны руки, да, есть огромная занятость в садовых организациях, да, то есть вообще вот все, что связано с руками, все, что связано с землей, все, что связано с овощами, фруктами, фабрики, да, на вот эту работу нидерландцы идут не совсем, да, очень мало нидерландцев, которые работают вот так вот на фабриках, да, там где-то в садах, в теплицах, поэтому в основном работодатели используют вот таких вот польских мигрантов, да, точно так же польские мигранты, они работают и в строительстве, очень много, да, польских мигрантов, которые работают в строительстве. Конечно, уровень языка у некоторых есть, а у некоторых вообще минимальный уровень языка, либо никакого уровня нет, да, но тем не менее они спокойно работают, работодатели их называют именно, скажем так, за их ручную работу. Что сейчас популярно на сегодняшний день, то, что польские мигранты, которые здесь уже, ну, находились, прожили на какое-то определенное время, выучили язык уже, получили более высокий статус, они открывают свои агентства занятости, то есть, ну, не в принципе, да, в прямом смысле агентства занятости, там, с офисом и так далее, с персоналом, нет, они именно открывают зацепея, как у нас называется, да, человек работает на себя и набирает себе, скажем так, фирму, другой персонал, то есть, вот, допустим, человек, который уже знает немножко нидерландские законы, который работает на себя, у которого есть зацепея, который платит налоги и так далее, он может брать людей, точно таких же польских мигрантов, которые будут работать на него. Допустим, человек получает работу от работодателя, и он присылает своих людей, уже тоже польских мигрантов, но которые уже работают на него, то есть, такой способ работы тоже очень популярный. Точно так же очень много польских бюро занятости, например, самое популярное бюро занятости в Нидерландах, это Традира. Традира в основном отсылает людей работать на теплицы, на овощи и фрукты. Они уже давно здесь, в Нидерландах, это бюро, и они работают именно конкретно с польскими иммигрантами, то есть, потому что нет никаких проблем с документами, у всех паспорт Евросоюза, поэтому такие люди очень часто работают здесь, в Нидерландах. У них именно заключен конкретный контракт с работодателем, то есть, бюро заключает конкретный контракт с работодателем, и они отсылают своих людей. Точно так же можно встретить очень много, ну, на сегодняшний день не так много, как польских граждан, но тоже можно встретить достаточное количество граждан Болгарии и Румынии. Ну, эти граждане тоже в основном работают разнорабочими, вот, рабочей силой на фабриках, на стройке в основном. Румынские граждане тоже очень популярны, они, очень много румынских граждан работают именно на овощах, фруктах, тоже в теплицах, вот. Ну, а потом, впоследствии, тоже болгарские граждане работают уже на себя и открывают тоже, как бы, такие бюро занятосты для того, чтобы, ну, другие граждане работали уже на них. Ну, не всем не секрет, что тоже в Нидерландах очень много итальянских граждан, да, итальянских мигрантов. Вы знаете, итальянцы, они делятся на два класса в Италии самой, да, итальянцы, которые умные, которые, именно, приезжают обучаться в Нидерландах, именно, проходят обучение в вузах, либо в колледжах, а есть итальянцы, которые не очень образованные, то есть у них низкий уровень образования, и такие итальянцы приезжают в основном на заработки. Но, скажу, что в Нидерландах очень много итальянских ресторанов, очень много итальянских кафе и даже итальянское мороженое. Да, кем работают китайские граждане? В основном тоже очень много азиатских ресторанов в Нидерланде, есть очень много китайских ресторанов. Хочу сказать, что такие люди тоже, да, открывают в основном свой бизнес. Помимо того, что у китайцев свои рестораны, где они готовят китайскую еду, помимо этого они еще работают в сфере красоты. То есть во многих салонах красоты можно увидеть азиатских граждан. Честно сказать, я не могу точно сказать, это именно китайцы или это именно вьетнамцы, но таких вот граждан тоже можно встретить именно в сфере красоты. Очень много китайцев, скажу, что меня очень удивило, очень много китайцев работают как зубным врачом, именно донтистом. У нас даже на районе есть зубная поликлиника, и там самый главный врач-донтист, он китаец. Но во время этого я хочу сказать, что у нас открылась еще одна зубная поликлиника на районе, только с другой стороны, и там опять же главный врач является китайцем, что меня очень удивило. То есть получается, что китайцы приезжают к нам учиться, они учатся в наших вузах, и впоследствии они, кстати, тоже работают на очень высокую должность, потому что донтист в Нидерландах считается очень хорошей должностью, и это не дешевое удовольствие в Нидерландах делать зубы, поэтому, знаете, будьте осторожны со своими зубами. И для кого не секрет, что турецких и марокканских граждан в Нидерландах очень много? Знаете, уже, скажем так, турецкие и марокканские граждане, они стали уже частью Нидерландов, то есть, если честно, уже невозможно представить себе Нидерланды без их существования, в принципе, без их культуры, их кухни и их праздников, потому что в Нидерландах тоже они, соответственно, празднуют свои праздники. Самый популярный праздник в Нидерландах, который празднуют турки, это Рамадам, то есть, очень много турецких граждан, нидерландские, турки, как они себя называют, они празднуют Рамадам, но очень многие турецкие граждане, турки, они и уезжают из Нидерландов, то есть, они проживают определенное количество времени здесь, и они эмигрируют обратно в Турцию. А из Турции, взамен, как говорится, приезжают другие турецкие граждане, то есть, получается, такой вот замкнутый круг, Только одни приезжают, одни уезжают, другие приезжают. Но ни для кого не секрет, что турецкие мигранты, они во всех сферах у нас в Нидерландах, они, в принципе, во всех сферах, они себя, в принципе, скажем так, открыли во всех сферах. Но самая популярная занятость, которую делают турецкие мигранты, самая популярная работа, на которой они работают, во-первых, это открытие своих магазинов, открытие своих маленьких пекарей. Самое популярное, да, в этих пекарнях вы можете найти уже, знаете, давно известную турецкую шаурму. Самым популярным турецким блюдом является капсалон. Очень люблю капсалон, если честно, я уже тоже стала фанатом турецкой кухни и люблю очень капсалон. Но смотря какое, да, я не все люблю капсалоны. Не знаю, любите капсалоны, пишите в комментариях. Также так популярно открывать турецким гражданам здесь свои магазины, вести свой бизнес. Но никому не секрет, да, в Нидерландах очень много турецких граждан. Плюс ко всему в Нидерландах есть очень хорошая гавань, да, потому что Турецкое море, да, оно соединяется, извините, Турция, оно соединяется с Черным морем. Поэтому очень легко перевозить свои товары, да, на кораблях, на судах, которые сюда приезжают в контейнеры. Вот, и таким образом очень удобно турецким гражданам делать свой бизнес. Помимо того, что они открывают свои филиалы, свои магазины здесь, в Нидерландах, им точно так же удобно потом открывать какие-то филиалы в других странах Европы. Потому что со стороны Нидерландов это намного проще сделать, чем в Турции. Во-первых, во-вторых, конечно же, уровень жизни и зарплаты здесь намного выше. Никому не секрет, что в Турции производится очень много текстиля, очень много одежды, очень много сумок, да, которые точно так же продаются здесь, в Нидерландах. Я вам даже больше скажу, что в Роттердаме есть даже такой вот бульвар, да, огромный бульвар, взойдет Роттердам, именно там, именно, знаете, называют маленько Анкара, вот этот район называют, потому что там вот одни заведения, которые открыты либо турецкими гражданами, либо еще какими-то пакистанскими гражданами. То есть там практически нету нидерландских магазинов. То у нас есть китайские мигранты, да. Смотрите, вот что китайские мигранты у нас открыли. Вот такую вот китайскую аптеку, да. И тут пишется, кстати, все на нидерландском, что у них есть, какие травы и так далее. Кстати, вот их диплом, да, сертификат на китайском, но подтвержден нидерландским сообществом медицины, да. То есть подтвержден в Нидерландах. Ресторан Лин Кичи. Ну, вообще-то японская кухня, но я точно не буду уверена, китайский это ресторан, либо японский. Ну, вот видите, как себя мигранты у нас обосновали. Открыли вот такой вот японский суши. Ребят, мигранты в Нидерландах открыли себя во всех сферах. Смотрите, пишется тайский ресторан, street food. Опять же-таки доставка, да, все включено, работают у нас доставки. Также у нас есть всевозможные рыбные рестораны, которые тоже открыты. Не все рыбные рестораны являются нидерландскими. Да, вот этот, например, рыбный ресторан открыт мигрантами. По улицам Шьедама, кстати, очень много турецких пекарень. И еще вам скажу, что есть еще очень много суринамских ресторанов и кафе. Еще одно подтверждение тому, что мигранты все хорошо обосновали. Опять же-таки азиатский магазин, пишется Asian Market. Но давайте пройдем дальше. Не только магазины, рестораны, но и парикмахерские тоже, которые открыты мигрантами. Смотрите, вот Брус Каппер. Этот Брус Каппер открыт турецким мужчиной. Здесь работают только мужчины. Эта парикмахерская открыта только для мужчин. Подтверждение тому, что в Нидерландах существует очень много польских мигрантов. Можете убедиться, это польский парикмахер. Виднеется уже в Шьедаме, в маленьком городке, вам виднеется вот такой маленький, маленькая такая кафешка. Пишется Антильянская тока. Там продают антильянские продукты питания. Кстати, антильяны являются тоже популярными мигрантами, которые переселяются в Нидерланды. А вот, пожалуйста, еще один магазин телефонов, который открыт турецкими мигрантами. Тоже их очень много в Нидерландах. Давайте обратимся на эту сторону. Но здесь пишутся польские продукты, опять же-таки, в польских магазинах. Их достаточно много у нас в Нидерландах и, в частности, в Шьедаме. Пройдем дальше. Здесь у нас, опять же-таки, магазин телефонов, который продает телефоны, ну и всевозможную технику. Опять же-таки, открыт турецкими мигрантами. Одним из популярных заведений, да, в Нидерландах является вот как раз выпечка тортов. Как мы видим, вот здесь вот выпекают очень красивые торты, как свадебные, так и торты на день рождения. Кстати, этими тортами занимаются тоже мигранты. Вот открыли такой свой магазин-кафе. Честно вам не скажу, кто, но мне кажется, это турецкие мигранты выпекают здесь торты. Ну и, знаете, тоже марокканские, турецкие мигранты очень много работают на доставке. То есть, сейчас в Нидерландах очень популярна доставка еды, так как рестораны закрыты. И вообще, в Нидерландах, я считаю, что система доставки еды очень хорошо развита. Очень, очень пунктуально, очень актуально и недорого. Поэтому очень много людей работает тоже именно на доставке еды. Помимо всего прочего, очень много марокканских и турецких магазинов, которые продают телефоны. Сейчас в больших городах, даже в маленьких городах, даже в моем городе, куда не зайду в магазин телефонов, где продают обычный не только телефон, но и наушники, но и все возможные аксессуары для телефонов. Даже микрофоны иногда продают. Это тоже, они тоже работают, в них работают турки. Очень много таких вот турецких магазинов. Очень много мигрантов, которые интегрируются в Нидерландах, которые учат язык, которые идут учиться хотя бы на МБО, либо ВИО. То есть, которые проходят интенсивное обучение и тоже, знаете, ищут более квалифицированную работу для себя, становятся более квалифицированными специалистами. Но скажи, что из всех мигрантов, которые интегрируются, не все мигранты, именно интегрируются до достаточного уровня, скажем так, поиска другой работы. В основном это очень легкое обучение, да, может какие-то быстрые курсы, которые недорогие, да, и которые есть возможность оплатить. Но точно так же и государство оплачивает вам курсы, оплачивают учебу. Но хочу сказать, что если государство вам оплачивает учебу, то вы в конечном итоге, конечно же, должны оплачивать государству учебу обратно. Но если вы завалили курс учебы, если вы не прошли обучение, то вы все деньги должны будете тоже возвращать государству. Ну и скажу напоследок, да, еще самое популярное занятость в семье иммигрантов на сегодняшний день тоже для женщин есть индустрия красоты. В индустрии красоты работает очень много иммигрантов. Скажу, что на сегодняшний день очень много турецких парикмахерских. То есть женщины, турецкие женщины открывают свои парикмахерские работы тоже в основном турецкие. Женщины турецкого происхождения, которые достаточно неплохо стригут, красят и так далее. И цены у них, кстати, в салонах отличаются от цен, если вы идете к нидерландскому специалисту. То есть турецких салонов всегда будет дешевле. Таких салонов на сегодняшний день очень много. Но я скажу, что не только турецкие женщины работают именно парикмахер, но и очень много турецких мужчин, которые именно держат свои салоны красоты и стригут мужчин. Есть и специальные мужские салоны, барбершоп, которые именно открыты турецкими мужчинами, в которых работают турецкие мужчины. Это очень популярно. Мой муж тоже туда ходит. Я скажу, что стригут очень отлично. И цена всего лишь 20 евро. Естественно, это очень дешево, потому что если вы пойдете в нидерландский салон, в голландский салон, то вас минимум по стригут за 37 евро. Есть же все-таки разница. Но и точно так же в индустрии красоты это наращивание ногтей, делая маникюр, педикюр, брови и так далее. Да, очень много турецких женщин, которые работают тоже в индустрии красоты. Но не только, но и другие мигранты. Вот, например, женщина, которая делала в ней маникюр и занимается уже наращиванием ногтей, они являются венгеркой, потому что тоже есть венгерские мигранты. Их достаточно много, которые здесь работают в Нидерландах. Мужчины работают в основном физически, руками, а вот женщины как раз-таки делают ногти, наращивание ногтей. Хочу сказать, что довольно-таки неплохо. Поэтому очень много таких вот салонов красоты. И индустрия красоты среди мигрантов пользуется большим спросом. Во-первых, обучение несложное, обучение недорогое. И вы можете работать на себя в любом салоне, просто устраиваться, работать на себя. И это очень выгодно в Нидерландах. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вам была полезная информация. Пишите в комментариях, что вам интересно, что вам нравится. На сегодня это было все. Я вас всех люблю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!